Приветствую вас! Знаете, есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент это такой, что вы, значит, по семейным обстоятельствам живете с вашими родителями. Ну, какие бы семейные обстоятельства ни были, а это то, что вы живете с тремя детьми, с тремя детьми, с вашими родителями, это, ну, знаете, не самое такое сознательное, осознанное поведение, которое могло бы быть у вас. И, соответственно, вопрос к вам будет такой. Как бы, что за обстоятельства в семействе, вы о них ничего не пишете, ничего не говорите, а ведь это очень важно. И как долго это будет продолжаться? Почему продолжается это? То есть, сколько расчетов, можно было там год пожить, ну, ладно, полтора года, но три года, три года. Значит, как на мужа влияет совместное проживание с вашими родителями? Тут, как вы понимаете, мы уже переходим с вами к следующему моменту. Метод заключается в том, что вы, оба, и вы и ваш муж не удовлетворены. Ну, то есть, по большому счету, ваш муж, он говорит правду. Это действительно фантазия у него. У него это действительно фантазии, но вопрос не в том, как бы, правда ли, что у него есть эти фантазии или неправда. Реализует он их эти фантазии или нет. Дело не в этом. Дело в том, что они есть. А значит, мужчина не удовлетворен чем-то. То есть, чего-то ему не хватает. Знаете, когда вы ревнуете, когда вы злитесь, это ваша реакция на ситуацию. Это ваша реакция на проблему, ваша реакция на ситуацию. Это ваши чувства. И я понимаю, что это неприятно. Я понимаю. Но, мужчина это сделал не просто так. А значит, ему что? Ему, наверное, ну, чего-то не хватало, правильно? Значит, мужчина в чем-то нуждается, наверное. Вопрос тогда возникает логичный. А в чем мужчина нуждается? Чего ему не хватает-то, мужчине вашему? Что он младшую зестру поцеловал? Может быть, он не чувствует себя мужчиной с вами уже. Потому что и живет он с родителями. Что как бы посягает на его самостоятельность, на его самость, на его самолюбие и так далее. На его, не знаю, достоинство, на его гордость и так далее. Знаете, в какой момент такая штука происходит? То есть, вы обижаетесь на него, вы злитесь, ревнуете, но при этом, что вы сделали для того, вот конкретно, что вы сделали для того, чтобы человек так не делал больше, чтобы человек так не поступал больше. Сделали ли вы что-то после этого инцидента с сестрой младшей, которую он поцеловал? Поменяли ли вы свое поведение как-нибудь? Ну, хоть как-нибудь. Чтобы мужа, чтобы мужа было меньше, ну, меньше мотивов, да, вот, ну, так поступать. В общем, понимаете, какая штука. Если сделали, хорошо, если сделали. Если сделали, замечательно. Как бы. Тогда это уже выбор мужа. Поступать так. Тогда можно говорить о том, что муж вас, ну, недостаточно уважает, недостаточно ценит, может быть, недостаточно любит, ну, вот, но это его выбор. И с этим выбором, с этим выбором мало что можно поделать на самом-то деле. Понимаете, какая штука? Если это осознанный выбор человека, то ничего тут не поделаешь. Он есть, этот осознанный выбор. И от него никуда не деться. Приходим ко второму моменту. Потому что не удовлетворены вы. Вы не удовлетворены. Давайте разбираться с тем, что вы не удовлетворены. Вы говорите, был конфликт. Ну, понятно, что мы мужу предъявляли, мол, почему ты целуешь мою сестру? Да, младшую, как бы, ты вообще что? А у него, с его стороны, значит, какие претензии были? Были ли претензии у него, с его стороны? Если нет, значит, он с вами нечестен. Если нет, значит, он с вами не искренен. Если нет, значит, мужчина не считает, что вы можете его понять, его желание. Это значит, что вы уже какое-то время его не слышите, своего мужа. Не чувствуете его. Значит, я про силы развода. Ну, интересно, что вы сразу разводите. Во-первых, по силу неизмена. Во-вторых, как бы, почему причину не захотели узнать? Как бы, что, ну, что, зачем, почему такие шутки, да, как бы, мужа. Сразу развод. Это, ну, мягко говоря, небережное отношение к вашему союзу. Особенно, с учетом, что есть дети. Вот. Значит, я пропустила его. Ну, имеется в виду, простили. Наверное. Надо подавить свою ревность и гнев. Думать, что это шутка. Ну, опять же, вот знаете, вот подавление ваше, подавление это далеко не самый лучший вариант, далеко не самый лучший вектор поведения, если мы хотим все-таки счастливую семью, понимаете. Как бы, подавлять себя, подавлять себя, это значит накапливать негатив. Понимаете? Вот. Накапливать негатив, накапливать его, накапливать, копить, 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 копить. И в итоге, по большому счёту, ну ситуация будет такая, что никуда этот негатив не денется, только он будет сильнее и сильнее на вас давить. То есть, ну ещё больше, ещё больше будет он на вас давить, этот самый негатив. То есть, если вы подавляете, то вопрос, опять же, заключается в том, почему вы подавляете его. Если ревнуетесь, значит, для этого есть причины, значит, неуверенны в себе, значит, боитесь остаться одна, значит, зависимы в некоторой степени от своего мужа. Вот. И об этом нужно разговаривать, об этом нужно беседовать с вами, и с этим нужно вам как бы разбираться. Понимаете, да? Вот. Не о том, что муж там сделал что-то неправильно, не об этом, а именно о том, почему вы испытываете ревность и гнев. Особенно с учётом того факта, да, с учётом тех, значит, особенностей, вот, с учётом тех особенностей, что вы живёте с родителями мужа. Как бы. Вот. То есть, это, на мой взгляд, довольно серьёзное обстоятельство. Ну, а вместо того, чтобы анализировать данный факт, вы предпочитаете, что делать? Предпочитаете гневаться и ревноваться. Вот. Ну, и подавлять свои чувства, да, наступать на свою гордость. Соответственно, если вы подавляете себя, то, скорее всего, вы подавляете и других. Ну, я имею в виду, в частности своего мужа, например. Ну, может быть, негласно вы это делаете, понимаете, но подавляете. Подавляете. Есть подавление у вас определённое. То есть, ну, зачем-то вы же, у вас же есть, это вот такая, такая, ну, возможность, такая вот функция. А у вас есть такая функция, как подавление. Она работает. Если она работает с вами, значит, она работает и с другими людьми. Ну, а подавление, по большому счёту, да, не нравится никому. В том числе и вашему мужу тоже. Вот. Дальше. Значит. Ибо поженились мы по любви и все эти пять лет любили друг друга, как думала я. Ну, вот понимаете, вы думали, что вы любите друг друга. Вы думали. Исходили вы из этого. Из того, что вы думали. А в действительности ситуация, как складывалась, а в действительности складывалась ситуация, что вашего мужа уже давно, или, по крайней мере, какое-то время, что-то не устраивало. И он терпел это. А вы, руководствуясь, как бы, вот, ну, идеальным, может быть, браком, да, таким образом, идеального брака, вы игнорировали его желания, не хотели корректировать, может быть, своё поведение, там, и так далее. Ну, опять же, опять же, поймите, что я вас не обвиняю. Я вас не обвиняю. Я говорю лишь о том, что у того, что произошло, у того, что случилось с вами и между вами, есть свои причины, есть свои, значит, триггеры, которые привели к этому. Потому что подобное не происходит спонтанно. Измена, измена, даже если, ну, вот, просто предположить, что есть измена. Измена – это результат, это результат, ну, определённых деятельных человек. Как правило, личностная деятельность у человека, психическая деятельность у человека. Вот вам и, как бы, ищусь для размышлений. Если вы, конечно, готовы к этому, ну, если вы действительно готовы меняться и действительно готовы как-то вот развивать отношения, выводить их на новый уровень, да, с своим мужем. Дальше, начнем. А после, по телефону мужа, я узнаю, что он уже два года интересуется моей другой сестрой. Вот. Ну, смотрите. Интересно, что он интересуется вашими сёстрами. То есть, не другими женщинами, как с мамой. А сёстрами. Сёстры, ну, рискну предположить, чем-то похожее на вас. Чем-то, может быть, в чём-то, да. Вот. Чем-то, может быть, в чём-то. Сёстры, похожие на вас. Вот. Соответственно, соответственно, давайте подумаем. Если мужчина, да, если мужчина обращает внимание на вас, да, если мужчина обращает внимание на вас. Сперва. То есть, ну, сперва. Как бы... Вначале он влюбляет в вас. Потом. Потом. Мужчина, значит, целует сперва одну сестру. Вашу. Как бы вашу сестру он целует мужчину, да. Вот. И потом он целует другую сестру. Ну, как бы с ним какую-то связь купает, да. Вот. Соответственно, мужчина в этих сестрах, скорее всего, ищет вас. Тот самый образ ваш, который у него был, и который вы потеряли. Вот как бы и момент заключается в том, собственно, а почему вы потеряли образ? Как бы какой момент времени вы перестали своего мужа удовлетворяться? Какой момент времени вы перестали своего мужа, ну, как бы, вводить в состояние, ну, в состояние мужчины, да. Вот. Можно подумать об этом. Нужно именно это постараться выявить. Выделить. Знаете, в чем дело? Ибо это критерии. Триггеры. Которые заставляли вашего мужа идти на все эти действия. Опять без скандала. Тут нет того, чтобы поговорить, вы снова скандалили. Муж говорит, что это лишь фантазии, ну, и так далее. Фантазии я вам уже говорил. Все жутко больно от всего этого. В первый день время просто хотелось покончить с собой. Ибо развестись и оставить траги малышей без отца, думаю, будет эгоистично. Почему? Почему? Откуда такие установки у вас? Вот опять же, объясните, почему у вас такие установки? Что значит, нельзя развестись и оставить малышей без отца. Не оставите вы малышей без отца, у них будет отец, просто вы не будете с ним жить. Зачем вам мужчины, которые вас не удовлетворяют, которые вам изменяют? А? Ну, или пытаются изменить. Почему вам больно? В чем боль заключается конкретно? Где завышенные ожидания? Где момент того, что вы ждали от мужа, чего-то, что он вам не дал? И почему ждали? Где приложили на него ответственность за себя? Вот. Простить не могу, забыть тоже. Стараюсь сделать вид, что все нормально. Ради чего? Кому от этого пользуются? Вы думаете, детям от этого пользуются? Вы думаете, детям от этого лучше? Серьезно? Вот. Стоит ли сохранять отношения с таким человеком? Стоит, если вы с ним будете нормально разговаривать? Если вы выясните у него, что происходит? Почему он так поступает? Что ему не нравится? Мужчина вами явно дорожит. То есть вы ему не безразличны. Еще пока. Вот. Вы ему не безразличны. Мужчине вы нужны. Но он явно не удовлетворен. Поэтому, если вы хотите отношения сохранить, то нужно понимать, для чего. Любите ли вы его еще? Готовы ли вы еще что-то для него делать? Вот. И садиться на 100 переговоров и как бы отговаривать, выяснять желания каждого из вас. И уже искать какие-нибудь компромиссы. Только при условии, если вы друг друга любите. И только при условии, что муж разберется со своей позицией, и вы разберетесь со своей позицией. Чтобы не было вот этой вот боли, ревности, там, желания погончить с собой. Насколько вы зависимы от семьи, да? Что вы даже о самоубийстве думали. Вот именно самоубийство, это эгоистично, на самом деле. Понимаете? Именно самоубийство, которое вы хотите сделать, оно является эгоистичным. Потому что в этот момент вы не думаете ни о ребенке, ни о муже, ни о ком. Только о себе. Вот вместо того, чтобы работать над болью, вместо того, чтобы думать, откуда она. Да, эта боль, как бы, ну, имеет корни. Так что, я думаю, что со всеми этими вещами необходимо разбираться. Вот, вам нужно выбрать психолога и поработать с ним. Потом мужа обязательно пригласить. И либо по очереди, либо сразу вместе с мужем. Работать над сохранением своей семьи. Вот, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!